Канадец Майлз Николсон с запорожскими волонтёрами помогает переезжать жильцам пятиэтажки. Её повредило взрывной волной, когда российская ракета полностью разрушила подъезд соседнего дома. Майлзу больно смотреть на разрушение. Он никак не может понять, для чего Россия уничтожает украинские города и убивает людей. Физически не тяжело. Носить вещи – нетрудная работа. Но тяжело эмоционально. Я не могу понять, почему произошло это нападение. В чём причина? После того, как вещи загружены в машину, Майлз возвращается на своё рабочее место – в волонтёрский центр. Здесь он помогает плести маскировочные сетки для украинской армии. Почему Запорожье? Потому что город недалеко от фронта, поэтому больше всего нуждается в помощи. Я считаю, что самый большой вклад смогу сделать именно здесь. Майлз из канадской провинции Альберта. Работает инженером-энергетиком в компании, которая занимается переработкой нефти. За событиями в Украине следит с 2014 года. Считает, что украинцы борются за свою независимость и свободу, поэтому решил отправиться в Украину в качестве волонтёра. По интернету он списался с запорожскими волонтёрами и договорился о приезде. На работе взял отпуск. Коллеги к такому решению отнеслись с пониманием, рассказывает Майлз. Там, где я работаю, все поддерживают Украину. В Альберте очень большое количество этнических украинцев, поэтому поддержка, волонтёрство, поиска средств для Украины очень высокая. За три недели волонтёрства он переживает лишь о том, что пока так и не смог освоить украинский язык. «Мой украинский очень плохой. Словарный запас очень маленький, поэтому мне стыдно. Но благодаря этому я хорошо развлекаю тех, с кем здесь работаю». Тем не менее, языкового барьера в работе с иностранцем запорожские волонтёры не ощущают. Рассказывают, Майлз очень контактный человек, поэтому быстро с ним подружились. «Майлз очень хороший, искренний человек. И каждое утро он приносит нам лакомство, чтобы мы не похудели здесь». «Никаких проблем в общении у нас нет. Очень многие у нас понимают английский». Сам Майлз в восторге от новых друзей-волонтёров. Говорит, его впечатлило, что они как одна большая семья поддерживают друг друга. Скоро отпуск подойдёт к концу и придётся уезжать домой. Но он уже решил, что вернётся в Запорожье. «Я обязательно вернусь. Снова приеду в Запорожье. Но надеюсь, что в следующий раз буду строить школы и детские площадки, а не плести камуфляжные сетки». Майлз надеется, что к его следующему приезду боевые действия закончатся и начнётся восстановление разрушенных войной домов. Олег Притыкин, Борис Яковенко для телеканала «Фридом».